Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Я сегодня вас собрал для того, чтобы рассказать о первых шагах, которые были мы предприняты на посту главы администрации. И в какой-то степени подвести промежуточные итоги первых 100 дней моего нахождения на этом посту. Жизнь в нашем городе течет постоянно, не утихает ни на минуту, поэтому времени на раскачку не было. Но опыт работы в администрации позволил мне включиться в работу сразу. И, в общем-то, иного развития событий я и не ожидал. Ну и кроме плановой деятельности, период начальный был насыщен разными и событиями, и связанными с этим мероприятиями. В первую очередь, конечно, важнейшим и крупнейшим мероприятием, практически испытанием для нас всех, и для меня, конечно, тоже это стало празднованием большого юбилея нашего города. Здесь был целый ряд мероприятий. Это мероприятие по благоустройству города, это мероприятие по строительству юбилейных объектов. Вы помните, что их у нас было достаточно много. Это и тропа здоровья, и памятные знаки первостроителям нашим, памятный знак ангел мира, завершение благоустройства нашей площади перед администрацией, сделали мы озеленение на дорогах. Ну и кроме того, к юбилею, конечно же, большое было уделено внимание подготовке праздничных программ генеральной уборки города. Подготовили мы к юбилею города памятный подарок – книгу. На это тоже потребовались усилия, время отвлечения достаточно большого круга информированных лиц и специалистов. В срочном порядке изыскали ресурсы для того, чтобы отремонтировать нашу городскую сцену, эстраду, которая приняла на себя основной удар празднования и всех артистов. Эта проблема у нас достаточно давно назрела, и откладывать ее я не счел возможным. Поэтому в достаточно короткие сроки мы эту проблему решили. Ну, в целом, благодаря слаженной работе администрации, учреждений, совета руководителей, атомной станции и многих других предприятий нашего города, праздник нашего города, юбилей наш удался. И это не только моя оценка, это оценка и жителей нашего города, это оценка многочисленных гостей нашего города, которые нас посещали. Ну и кроме большого праздника нашего города, мы отпраздновали также 40-летний юбилей нашего старейшего образовательного учреждения, первой школы, и для того, чтобы сделать подарок к такому большому празднику, были изысканы средства, и с помощью нашей городской библиотеки в качестве подарка была изготовлена книга к юбилею школы. Еще одной серьезной задачей, которая выпала на период моей работы на посту главы администрации, это была избирательная кампания 2014 года, это подготовка и проведение выборов представительный орган власти города Десногорска, Десногорский городской совет. И здесь, кроме целого ряда организационных мероприятий, таких как подбор кадров для избирательных комиссий, организация мест для голосования, организация мест размещения политической рекламы, наложилась одна существенная проблема в целом 2014 года, это недостаток финансирования. К сожалению, денег в этом году катастрофически не хватает ни на что, и в том числе на выборы средств было заложено меньше, чем наполовину от всех требуемых затрат. Были проведены несколько рабочих встреч в Смоленске, письма неоднократно были написаны, в результате удалось заручиться поддержкой губернатора нашей области, Алексея Владимировича Островского. Он пошел на встречу и выделил средства из своего резервного фонда, в результате чего возможность проведения выборов окончательно сложилась, и то, что по результатам этих выборов не было выявлено никаких серьезных нарушений, говорит как раз тоже о том, что подготовка к ним была проведена на должном уровне. Мелкие замечания, которые возникали в ходе выборов, относились к самой процедуре голосования, и на ход голосования не повлияли. Работа в части городского хозяйства за указанный период также была достаточно активна. У нас были начаты два серьезных проекта. Это капитальный ремонт автодороги Н-10, это у нас автодорога от Большого кольца до Маловой, до Объездной, и капитальный ремонт автодороги Н-8, это у нас автодорога вдоль медсанчасти и управления внутренних дел. Оба этих крупных проекта были успешно завершены. Капитальный ремонт был произведен не только дорожного полотна и разметки, но и прилегающих тротуаров. По результатам аукционов на проведение указанных работ была получена достаточно существенная экономия средств, и мной было принято решение не распыляться, организовать капитальный ремонт еще одной городской магистрали. Мы выполнили капитальный ремонт автодороги Н-9, это у нас второй микрорайон вдоль парковой зоны и Дю США. На сегодняшний момент работы практически завершены, осталось нанести разметку и поставить несколько дорожных знаков. Кроме того, в части благоустройства были решены две застарелые проблемы. Есть, а точнее были у нас два таких бельма на теле нашего города. Это участок возле дома номер 10 третьего микрорайона, возле магазина Ирина. Сегодня он капитально отремонтирован. Также мы отремонтировали дворовую территорию пешеходной дорожки возле дома. И сегодня там и приезжающие машины размещают, паркуют, и парковка жителей этого дома организована. И, в общем, теперь не стыдно смотреть в глаза ни жителям нашего города, ни гостям. Вторым объектом приложения усилий у нас стал пустырь застарелый в первом микрорайоне, напротив дома номер 13 общежития. Долгие годы он у нас пустовал, являлся стихийной парковкой разнообразного транспорта, складирования строительных материалов и прочих нужд. Пыль и грязь, которые там были, у нас разносились по городу и вызывали справедливые нарекания со стороны жителей нашего города. Сегодня эта территория преобразилась. Сегодня там у нас размещена асфальтированная площадка с ограждением, с освещением и с энергоснабжением. Много вопросов сегодня жители нашего города задают, предположения высказывают о будущем этой площадки. И сегодня я хотел бы рассказать о том, что это все-таки за объект мы решили сделать. Эта многофункциональная площадка будет служить у нас для нужд заезжих ярмарок, размещения торговых выставок, приезжих цирков, зоопарков, аттракционов. Они у нас, вы знаете, достаточно регулярно наш город посещают, и каждый раз их размещение являлось настоящей головной болью. Территорий свободных в городе не так много, а удовлетворяющих приезжим гастролерам и жителей нашего города и того меньше. Сегодня мы вот такую централизованную площадку организовали, и на текущий момент эта проблема снята. Ну и кроме мероприятий практического характера, за прошедший период выполнялись работы нормотворческого характера. мной были инициированы ряд процедур. Во-первых, внесено в Десногорский городской совет положение о концессионных соглашениях. 115-й федеральный закон был принят еще в 2005 году, и с тех пор достаточно вяло работал, в принципе, по стране, в связи с отсутствием достаточно нормативной базы. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович в 2013 году взял эту ситуацию под контроль, обозначил в качестве интересного направления деятельности и поставил конкретные сроки реализации, в том числе этого федерального закона, и как раз в качестве формирования правовой базы вот это положение Десногорским городским советом было рассмотрено и в результате принято. Кроме того, мной было инициировано изменение в два областных закона. В первую очередь, это закон 87-й областной о межбюджетных отношениях. Сегодняшнее перераспределение средств от поступающих налогов между областным и местным бюджетами, на мой взгляд, достаточно несправедливое и ущемляет интересы органов местного самоуправления и препятствует выполнению своих функций и осуществлению всех задач, которые ставятся перед органами местного самоуправления на местах. Подготовлены изменения в части, изменения на мотивы отчисления, которые будут оставаться в местных бюджетах. Предложения направлены как в органы областной власти, так и нашим депутатам областной думы Андрею Венальевичу Петрову и Михаилу Васильевичу Лосенко. Депутатами эти предложения поддержаны и сегодня наша позиция заявлена в областной думе. Изменения в законопроект зарегистрированы и в скором времени будут рассматриваться как раз в период формирования закона о бюджете на предстоящие периоды. Второй областной закон, в который были предложены изменения, это 28З, областной закон об административных правонарушениях. Предложения, которые были подготовлены в этот областной закон, касались в первую очередь отчисления штрафных платежей по ряду направлений, таких как благоустройство, экология. На мой взгляд, средства от этих штрафных платежей должны поступать в местные бюджеты как раз для того, чтобы их можно было расходовать на устранение и ликвидацию последствий тех нарушений, за которые они были вынесены. Второе изменение, которое было предложено в этот закон, это привлечение специалистов органов внутренних дел к оформлению протоколов и процедуре взыскания как раз штрафов за указанное нарушение по тем же направлениям. Сегодня, к сожалению, органы внутренних дел исключены из должностных лиц, которые могут составлять протоколы и предотвращать в том числе подобные правонарушения, что достаточно сильно сказалось на результативности вообще этих процедур. Результаты 2014 года в сравнении с результатами предыдущего 2013 года упали практически вдвое по указанным направлениям. Поэтому подобные предложения тоже были подготовлены в областной закон о бюджетных правонарушениях. Они были вынесены на рассмотрение Президиума Совета муниципальных образований Смоленской области, получили полную поддержку на Президиуме и уже от этого органа, от Совета муниципальных образований Смоленской области в данный момент направляются в Областную Думу для рассмотрения как раз вот этих предложений. Я думаю, что результат от этого тоже будет. В целях личного контроля за ситуацией в городе, более глубокого погружения в проблемы города. Установлена для себя процедура регулярных обходов городских территорий, учреждений. Считаю, что результат этого проявился тоже как в летний период, когда мы готовились и к юбилею, и к зиме. Сегодня эта процедура не прекратила свое существование, она продолжается. Сегодня я знакомлюсь ближе с детскими садами. Каждую неделю я посещаю наши детские сады, где как раз мы знакомимся с их жизнью, с их проблемами и предложениями по изменению текущей ситуации. В сентябре я принял участие в заседании фонда Ассоциации территорий расположения атомных станций. Мы побывали в городе Сосновый Бор на Ленинградской атомной станции, в Финляндии на атомной электростанции Лависа. Очень много вопросов поднималось для обсуждения. Круп вопросов достаточно общий для всех атомградов. Это мы обсуждали и вопросы общественной безопасности, и вопросы здравоохранения на территориях атомного присутствия, взаимодействия с городообразующими предприятиями и многие другие. Считаю подобную сферу общения весьма полезной как в части поднятия и решения общих вопросов, так и в части поделиться опытом, поскольку есть положительные моменты на тех или иных территориях, которые стоит обратить внимание. В планах на ближайшее время это в первую очередь конечно большая работа над формированием бюджета на предстоящий год и на трехлетний период. Решение достаточно непростой ситуации с полигоном ТБО, поиск путей решения по дошкольным образовательным учреждениям, там есть достаточно существенная проблема в том числе в части оплаты труда младшего персонала, ну и конечно не останется без внимания и нынешний осенний субботник и предстоящие зимние содержания города. В ноябре также планирую принять участие в заседании Ассоциации малых городов России, тоже достаточно интересное объединение, позволяющее поднимать проблемы уже относящиеся как раз к небольшим городам, к городам зависимым от одного предприятия или нескольких и я там планирую поделиться опытом взаимодействия власти и предприятий как раз на примере нашего совета руководителей достаточно успешное взаимодействие вот, поэтому планы мне достаточно насыщенные. Вячеслав Владимирович, ну вот, Вы возглавляете администрацию и для того, чтобы работа Ваша была наиболее эффективной и необходимой естественной командой, то есть Вы должны быть уверены, что Ваши замы работают в полную силу, что замы достойны возглавлять той или иной структуру на данный момент у Вас есть такая команда? Команда у меня, конечно, есть, я уже говорил об этом, когда знакомился с горожанами при вступлении в должность, я говорил о том, что проработав предстоящие три с лишним года в команде городской администрации в должности зама, я познакомился со всеми специалистами и руководителями администрации и достаточно хорошо себе представляю их возможности, их подход к делу, и поэтому с приходом на должность новую, на должность главы администрации я принял решение работать в ближайшее время с той командой, которая сегодня в городе есть. Она достаточно работоспособная, достаточно производительная и компетентная, что немаловажно. Но, разумеется, это не говорит о том, что ситуация эта жесткая и устоявшаяся и навсегда. конечно, по результатам деятельности возможно будут приниматься иные кадровые решения, пока работа администрации не устраивает. А Вы можете определить для себя приоритеты Вашей работе? В таком сложном организме, как управление городской жизнью, наверное, будет даже неправильно расстановка каких-то узких приоритетов, поскольку приходится охватывать все сферы жизни. Для меня немаловажным остается как внешний облик города, и, конечно, я не намерен уменьшать внимание на благоустройство города и развитие его территорий, как Вы уже видели, что у нас происходит с дорогами, я об этом сегодня говорил. В качестве стратегии выбрана стратегия капитального ремонта уличной дорожной сети взамен латания дыр и ямочного ремонта. И это направление я планирую продолжить именно в таком виде. С точки зрения внутреннего содержания, как я уже сказал, сейчас я погружаюсь в жизнь наших учреждений плотно для того, чтобы иметь возможность предложить изменения те или иные или улучшить ситуацию там, где она есть. На самом деле, кроме моего внимания к учреждениям, у нас продолжается достаточно длительное время уже реформа образования, которая несет за собой те или изменения. И не уделять этому внимания или упустить этот момент, значит образовать проблемы в достаточно чувствительной отрасли. Поэтому, конечно, сфера образования, в том числе дополнительного образования, она тоже будет в качестве приоритетных сфер, на которые я буду обращать внимание. Вы вернулись недавно на заседание Фонда ТЭР. И, соответственно, Вы рассматриваете вопрос по общественному порядку здравоохранения. Они важны и актуальны для всех Атомградов. Какие решения Вы на сегодняшний момент сообщат, приняли? И, возможно, какие-то проекты уже запустятся в следующем году на наших Атомградах? Есть достаточно неплохой опыт формирования или, точнее, взаимодействия с добровольческими дружинами по вопросу касающегося охраны общественного порядка на Белоярской Атомной. У нас тоже в городе есть сформированы добровольческие дружины, но, к сожалению, и это в том числе ограничение, упущение законодательного характера, меры поддержки недостаточные, что, соответственно, сказывается на привлечении в эти отряды добровольных дружин горожан. Вот. И как раз в предстоящем году, сейчас, возможно, при формировании тоже, я думаю, обратить внимание на поддержку как раз добровольческих вот этих народных дружин. Я думаю, что такая форма поддержки общественного правопорядка, она имеет свой исторический опыт, и она показала свою результативность. Я думаю, что вот эту сферу надо бы развить. Что касается здравоохранения? По здравоохранению вопрос очень непростой. Как и у нас, так и на всех территориях расположения атомных станций медико-санитарные части являются федеральными учреждениями, и взаимодействие на местном уровне и даже на областном уровне часто не дает эффекта. Здесь идет взаимодействие уже с федеральными структурами. И этот вопрос вынесен у нас на ассоциацию как раз еще и потому, что наша ассоциация позволяет общаться на федеральном уровне в качестве коллегиального органа, озвучивая не проблему какого-то конкретного города, а озвучивая ее, поднимая ее на уровень проблемы атомной отрасли. И если на сегодня готовых решений пока не просматривается, то поднимая вопрос на такой достаточно высокий уровень, я думаю, что будет результат положительный. Спасибо за внимание. Мы вам желаем успеха. Субтитры создавал DimaTorzok